На уборку выходи. Ненецкий округ присоединился к всероссийскому субботнику. На уборку и благоустройство улиц, дворов и общественных пространств вышли молодежные волонтерские объединения, трудовые коллективы, госслужащие, горожане и жители сел. На уборку и благоустройство улиц и общественных территорий в Нарьинмаре вышли более полутора тысяч человек. Всероссийская акция в нашем регионе стала стартом для проведения месячника по благоустройству. Сделать город чище вышли трудовые коллективы, объединения и активные горожане. К уборке территории около офиса регионального отделения Всероссийского общества инвалидов присоединился и депутат Государственной думы Сергей Коткин. Люди с ограниченными возможностями нашего общества, наше отделение всероссийское. Причем мне всегда очень комфортно с ними, поскольку, наверное, надо брать примеры и ориентиры с них. Никто не приглашал по большому счету то, что нужно прибрать в свой двор. Они сегодня собрались и показывают нам, как это нужно делать. Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Ковалевская отмечает, что на подобные мероприятия члены организации приходят без приглашения. Кроме того, всегда много добровольных помощников. Очень хочется, чтобы город наш, Наринмар, конечно, был очень чистым, красивым, и чтобы нам было здесь приятно гулять, людям старшего поколения. Так что мы будем все стараться, чтобы у нас всегда в городе было чисто. И около своих жилых домов мы тоже так же проводим такие субботники. Одним из самых массовых стал субботник в парке «Юбилейный» в Наринмаре. На его территории региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания организовал музыкальный субботник. В нем приняли участие волонтеры, активисты регионального отделения «Российское движение школьников», студенты профессиональных образовательных организаций, депутаты собраний депутатов Ненинского округа. Не словами, а делом. Так сказать, показали и сделали так, чтобы наш город был на самом деле чище, красивее. Тогда мы его будем еще больше любить и больше будем о нем заботиться. Поэтому всем, кто вышел сегодня на субботник, я хочу сказать большое спасибо. Ну, а на будущее надо еще раз посмотреть так, чтобы те участки в городе и в пригороде, которые более всего захламлены, туда надо просто еще распределять людей, для того, чтобы мы могли действительно говорить о том, что если уж выслили на работу, то поработали по-настоящему. Собрание депутатов взяло шефство над одним из участков юбилейного парка. Здесь были высажены порядка 30 рябин. Теперь парламентарии ухаживают за территорией. Всероссийский субботник был посвящен теме городской среды и экологичного поведения и прошел в преддверии рейтингового голосования за проекты по благоустройству территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Стартует же голосование за комфортную городскую среду в ближайшее время, и субботник, они связаны, и субботник связаны, и комфортная городская среда. Мы начинаем выбирать площадки, которые будут благоустраиваться, но нельзя забывать о площадках, которые уже существуют, а просто об улицах нашего города. Надо их убирать. Напомню, что месячник по наведению порядка в Ненецком округе продлится до 24 мая. Принять участие в благоустройстве своей территории может каждый, чтобы сделать наши дворы, скверы и улицы чище. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».